Меня зовут Олег Александр. Я в банках работал, сейчас он был себе эксперт, считайте. При подготовке использовал материалы, я институтировал суррогат, матриц, и не знаю, что делать. К сожалению, нас тут голосовали, ждет у нас вообще будущее, и есть ощущение, что очень даже может быть. Мы посмотрели, что сейчас существует, как сейчас относится к виртуальной реальности, но я думаю, что все тоже уже знают, что на ладони открытки Деда Мороза уже заказывают такой срифт, и интерес аудитории сильно возрос за последние год-два, и все увеличивается и увеличивается. Я думаю, что будет возрастать и хромическая роль, потому что уже значительные инвестиции идут, в том числе со стороны группы, корпораций, к виртуальной реальности. Идет удешевление, мы уже можем купить на готовые очки буквально за сто за 150 долларов, и уже какими-то проектами наслаждаться, скажем так. Идет замещение реальных удовольствий, мы уже сейчас можем в торговых центрах кататься с каких-то город, посетить Ниангарский водопад, при этом не выходя из города Москва. Это все нам несет следующие возможности, мы можем увидеть в реальности, как будет выглядеть наш дом, походить, посмотреть, как там смотрится люстра и диван. При этом можем посмотреть какой-то обучающий фильм, применить на себе навыки пилота-истребителя, там, я не знаю, грузового автомобиля поводить. Это все как бы уже есть, существует, и это будет развиваться. Мы будем, не знаю, в следующем году уже смотреть, как порезать луч чеснок, или какие-то вещи на кухне сделать, и там, как сварить правильно тот или иной шов. То есть это уже технологии рядом, это удешевление в обучении, это приближение к реальности тех профессий, которые нужно освоить. Все чаще и чаще в обучении будет использоваться в виртуальной реальности. Это новые рабочие места. Я уверен, что сейчас аниматоры работают в реальных квестах, дальше это будут аниматоры в виртуальной реальности, которые будут на вас нападать, отвешены вот этими датчиками. Это медицина, это возможность обучения, опять же, и дистанционных каких-то обработки тех же знаний или передачи опыта. Но помимо всего этого хорошего и волшебного, это, конечно же, несет риск. Мы видим, что чем дальше, тем будет все интереснее и интереснее. И как те эксперименты, которые делались там, не знаю, кто там говорил, что это Павлов, ученые с крысами, когда нажал на себе в центр удовольствия, мы можем прийти к той ситуации, когда виртуальная реальность будет выглядеть лучше и желаннее, чем существующая суровая действительность. И люди чаще будут приходить не в свою квартиру, а приходить в виртуальный мир, в пентхаус на ривьере где-нибудь в Филадесе. А мы смотрели про идеи, про квартиры активности. Проект, который мы предлагаем, это индустрия занятости. И это просто, оно будет, надо создавать рабочие места, надо думать, как на этом заработать. Регулирование погружения, это, я думаю, вопрос к государственным органам, потому что это, безусловно, возникло. То есть вам надо как-то спасать вот этих людей. А слово вообще не прозвучало, но не знаю, как я его сюда прикрутить. АПЛОДИСМЕНТЫ Я здесь под комитивно обсуждала два интересных темы. Во-первых, то, что, когда мы говорили про индустрию, банки, то, что каждый человек, по сути дела, может создавать не только свой филинг, но и свой мир. По сути, создавать свою валюту и быть там богом. АПЛОДИСМЕНТЫ